Подвал многоквартирного дома, улица Новоугольная, 24. Зловонный запах отходов, фекалий, сырости внутри этого дома и около него явно преобладает над цветочными ароматами. Я живу в этом доме, живу уже много лет, у меня здесь дети родились, выросли. Но вот этот запах такой, ну неприятный, тошнотворный, он присутствует. И я думаю, тут уже не только я один, а другие люди жаловались на него. Но как бы восса ныне там. Управляющие компании менялись, проблема оставалась неизменной, подчеркивают жильцы. Мы заселились в дом, у нас все было хорошо в 90-х годах. Где-то, знаете, в конце 90-го года, приблизительно, я так грубо скажу, 90-го года, и началась такая проблема. Засоряются мы, просим приехать, приезжают, что-то поковыряются и опять уходят. А как было бы, это не так и идет. Неприятный запах. Подвал, по словам жильцов, источает уже полтора месяца. Старше попадет, ну подумаем. Она их постоянно. Ну вот, и, конечно, ругаемся, все. Сейчас пятиэтажка находится под управлением компании «Город». УК советует жильцам самим бережнее относиться к своему имуществу. Люди заготовки делают, чего мы только не достаем с канализации. Ладно, кто-то, бабушка, дедушка там моют полтряпку уродили, бог с ним. Но у нас же и перец, и арбузы, и дыни, и котята, чего только в канализации нет. Теперь ждем, вот сейчас закончится к 1-му, к 10-му октября это, начнется новогодний, будем ждать праздники. Там будут винегреты, оливье, все вот это. Но все же основная проблема – переполненные магистральные колодцы, которые необходимо чистить регулярно, подчеркивает Михаил Гиндин. Заявки ресурсовикам отправляются своевременно, а работы по откачке помпой большей части отходов уже провели. Продухи открыты, сейчас, значит, все это проветрится. Потом мы это все будем, лепешки, как из-под коров, вот это все, что засохнет, будем чистить. А потом еще, то есть, вызывать дезинфекцию. А пока жильцы вынуждены нюхать прекрасный аромат и надеяться, что вскоре смогут вздохнуть полной грудью. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, День с толком. 沒,erm. Продолжение следует...